Всем здравствуйте! С вами на связи Еленева Натяду и я приветствую вас на своем канале. Сегодня, как вы видели уже из названия расклада, мы с вами разберемся с обидами. Посмотрим, почему мы обижаемся, с чем связаны эти обиды. И немножечко рассмотрим эту тему. Наверное, я думала вначале, сколько позиций сделать. Сделать две или три. Наверное, сделаю две позиции. Я возьму голубенький камешек и зелененький. Будет, значит, первая позиция – это зеленый камешек и вторая позиция – это голубенький. Зелененький, голубенький. Первая и вторая. Выбирайте. Не хотелось сегодня как-то углубляться прямо аж в три позиции. Но остановимся на двух позициях. Выбирайте, пожалуйста, свою позицию. Будем работать на таро темного света. Готовы? Так, отодвину вот сюда голубенький. Позиция номер один – зелененький камешек. Ваша обида на человека. Ваша обида на человека. Знаете, здесь хочется сказать о том, что вот вы как-то этого человека для себя идеализировали. Независимо от того, это там… Сейчас я не обозначиваю это партнер, не партнер, родственник, неважно. Человек… Ваше восприятие этого человека достаточно идеализировано. Слишком высокие требования и стандарты. То есть вы видели этого человека не то, что как будто бы иллюзорно, а в ваших глазах он казался намного лучше, намного больше, намного светлее, чем есть он на самом деле. И вот ваша обида на этого человека, она душевная. Здесь ощущение того, что как будто бы вы не получили какого-то состояния, которого вы ожидали от данного человека, либо хотели получить от него. Здесь вот обида, которая, по вашему мнению, была нанесена вам, она именно такая вот очень глубокая и душевная. Ощущение вот и аркан звезды подтверждает это, что вот какие-то ваши ожидания, какие-то ваши надежды, они не оправдались. То, что вы хотели, возможно, от этого человека, вот вы настолько были далеки друг от друга. И вот то, что вы хотели получить от этого человека, было нереально. Кроме того, что есть какое-то физическое расстояние, здесь есть еще и расстояние душевное. Либо вы впустили очень близко этого человека в свою душу. Возможно, вы ему доверились, возможно, вы ему открылись. Возможно, ваши какие-то, вы знаете, намерения, да, то, что вы делали для этого человека, как говорится, они были от души. Они были очень глубокие, они были чистые, они были возвышенные. И здесь человек как раз-таки разрушил именно вот это все. Здесь ощущение того, что вы как будто бы доверились, открылись человеку, причем открылись полностью, открылись всей душой. И то, что произошло, ситуация, которая произошла, она именно вот разрушила все эти ожидания, все эти надежды, которые вы возлагали на человека. Здесь уже изначально ощущается, знаете, некая такая иллюзорность того, как вы воспринимали и считывали этого человека. И здесь те поступки, те действия, которые он совершил в вашу сторону, я имею в виду человек, он как раз-таки и разрушил вот это вот ваше отношение к нему. То здесь, возможно, была такая ситуация, когда и вы хотели бы, чтобы человек относился к вам со всей душой. То есть ваши ожидания, они не оправдались. Но вот подоплека здесь была в том, что изначально вы видели этого человека не таким, каким он являлся на самом деле. Возможно, вы возлагали надежды. Вот здесь хочется сказать, что как-то вот связано с построением более близких отношений. Не столько здесь ситуация, связанная как-то с родственниками, либо с какими-то партнерами, насколько более такая межличностная. Возможно, вы возлагали какие-то надежды на построение серьезных отношений с этим человеком, каких-то стабильных. Вот вы вкладывались здесь ощущение энергетики того, чтобы вы отдавали намного больше, чем вы могли бы получить от этого человека. Но таково было ваше желание, таковы были ваши намерения и ваше видение. То есть здесь иллюзорность заключается в том, что уже есть некая несостыковка между вами и человеком, на которого вы держите обиду. Очень достаточно такое возвышенное ощущение, да? Как будто бы вот оно придуманное, как будто бы оно не настоящее, не истинное, а слишком идеализированное. Вот это вот причина уже изначально, почему вы обиделись на человека, потому что не оправдался ваш идеал, не оправдались ваши ожидания. И, видимо, здесь человек их в какой-то момент перестал соответствовать этим вашим ожиданиям. Что поможет вам простить этого человека? Знаете, поможет вам какой-то некий шанс прожить вот эту вот боль и отпустить. Здесь вопрос, возможно, ощущение того, что не договорили, ощущение того, что не высказали, нету вот некой такой завершенности. Здесь энергия того, что бросили, не дали возможность высказаться, не дали вам возможность показать, рассказать ситуацию, то, как вы ее видели. Здесь не было с вашей стороны, были чувства, были эмоции, были состояния, но вы о них не говорили, не проговаривали. И вот эта вот иллюзорность, о которой я говорила, вы изначально видели, каким является этот человек, но по своим каким-то субъективным суждениям вы приукрашивали этого человека, наступая себе на горло. Я говорю, здесь вот как-то вот нарушен именно обмен, когда с вашей стороны был больший вклад в этого человека, чем его, в вашу сторону. И вот здесь вот простить, поможет, знаете, вот высказать, да, здесь ощущение такое, что вы не получили, не смогли как-то самоутвердиться за счет этого человека, не было признания, да, того, сколько вы вкладывали, сколько вы работали, сколько вы дали этому человеку. Ощущение, что вас обесценили, ощущение, что... Причем, знаете, где-то вы осознанно шли на это, вы видели, вы знали, что в любой момент это может произойти, но вам не хотелось верить, вам почему-то хотелось верить нечто лучшее, большее, вы думали лучше об этом человеке, хотя глубоко в своей душе вы видели и знали, кем он является и на что он способен. И поможет вам простить этого человека именно возможность высказаться, возможность показать человеку, это важно вам, понимаете, вот ваша обида, здесь полностью вот ситуация, она значима для вас, а не для вашего партнера. Значимость заключается в том, чтобы вы хотели получить некое признание. И если копать еще глубже, эта ситуация как-то может быть связана с вашим детством, взаимоотношения в семье. То есть здесь нежелание доказать кому-то что-то, а здесь, знаете, такое ощущение, что у вас очень большой потенциал, который вы на протяжении всей своей жизни не можете реализовать. Вы не можете раскрыться, и поэтому при взаимодействии с людьми вы даете им то, что хотели бы, чтобы вы сами себе давали. И поэтому идет вот здесь вот перекос в сторону отдачи. Но вот очень глубоко есть ваше желание признать в себе вот какой-то свой потенциал, как будто бы ощущение найти свое место, раскрыть вот эти вот ваши способности, качество, да, ну вот здесь вот получение признания, здесь какое-то, вы знаете, ощущение недооцененного, недооцененного какого-то гения. И вот этот вот шанс поговорить, вот здесь очень важно поговорить, чтобы поставить точку, да, важно не то, что высказать и обидеться, а показать этому человеку, для чего вы это делали, да, вот с чем были связаны ваши поступки, ваш вектор направления в его сторону. И вот здесь вот прям необходимо допрожить вот эти вот чувства, которые достаточно болезненные. Но здесь ощущение того, что где-то очень глубоко вам важно было нанести самому себе эти раны, да, чтобы вот как будто бы дойти до дна, дойти до конца, и именно через этого человека научиться прорабатывать вот какое-то ваше качество внутреннее, да, некой признанности, что ли, вам понять, что вам не нужно, чтобы вас признавали. Вы можете делать то, что вы хотите, любые благие намерения, только потому, что вам это хочется, без ожидания признания. Вот здесь вот идёт вот такой сценарий, вот прям ощущение дожить до конца, допрожить эту боль, допереживать и отпустить. Вот, и это связано не с этой обидой, не с этим человеком, а человек лишь условно, да, был неким актёром на аванс-сцене вашей игры для того, чтобы вы проработали вот этот вот некий сценарий. С чем связан этот сценарий? Сценарий связан с тем, что, ещё раз повторюсь и скажу, у вас достаточно глобальное видение мира, глобальные масштабы, возможности вот здесь вот, нераскрытые возможности, и ощущение, знаете, вот одновременно и детскости, и взрослости. Взрослость непосредственно связана с потенциалом, что я могу делать абсолютно всё, что я хочу, но я не могу определиться с этим выбором. А детскость здесь заключается именно в неуверенности, в признании, в ошибке, скорее всего, в неуверенности, в шаге, который я должен сделать, да, в страхе бояться ошибиться, совершить какую-то ошибку. И вот здесь как раз-таки подоплю ко всего этого, да, вот контекст, подтекст идёт того, что вы изначально знали, да, что можете ошибиться, и в принципе вот всё, что вы сделали, в вашем понимании это была ошибка, вы изначально знали, как делать не нужно. И урок здесь глубокий о том, что если вы заранее знаете, что вам чего-то делать не нужно, не делайте, не наступайте себе на горло, не взаимодействуйте с людьми только для того, чтобы не быть одиноким, только для того, чтобы получить какое-то подтверждение своего профессионализма, своих каких-то способностей. Здесь суть заключается в том, что вам, вы умеете мыслить масштабно, вы умеете видеть всю ситуацию, и изначально вы уже знаете, что как будет разворачиваться ситуация с теми или иными людьми. И вот здесь вот уже карты показывают о том, что не идите на поводу, как-то вот возможно своего ума, а слушайте свою интуицию. То есть если изначально внутренний голос вам говорит, не надо общаться с этим человеком, не надо делать то, что вам предлагают, не делайте это, слушайте свой голос. Почему-то вот вы знаете, что правильно, а что неправильно, но периодически вы совершаете вот этот вот какой-то шаг, наступая себе на горло, такое ощущение, что, а давай я посмотрю, а может быть в этот раз будет не так. Вот в этом есть какая-то детскость, и урок был именно связан с этим. Не знаю, насколько я вам объяснила сейчас всю эту картину, просто здесь вот как-то несколько слоев, да, вот я срез за срезом считываю информацию из поля вашей ситуации, и здесь очень много уроков, но суть заключается именно в вашем потенциале, умение выбирать, умение мыслить и видеть глобально, не так узконаправленно, как люди, и поэтому не надо себя занижать, не надо себя пронижать и говорить о том, что нет, я не знаю, как будет разворачиваться ситуация. Изначально вы уже встречаете человека, считываете его и знаете, что не надо доверять этому человеку, учитесь слушать, слышать себя и не делать то, что вы изначально знаете, что вам не нужно этого делать. Вот здесь вот урок о неких таких ошибках, да, боязнь ошибиться придает вам какой-то вот опыт, знания дает вам, любые ошибки дают вам знания, как делать не нужно, но вы уже имея огромный потенциал, вы уже изначально знаете, что вам делать не надо, и слушайте больше себя здесь вопрос выбора, выбор людей, выбор ситуаций, доверяйте, вот вы умеете, у вас есть это чувство, что правильно, а что неправильно, только вы вот в это как-то почему-то не верите, и урок был именно связан с этим, что вы наконец-таки прошли тройку мечей, эту боль, и больше не возвращались в схожие аналогичные ситуации, а больше доверяли себе. Поэтому, что вам поможет простить, увидите шанс, возможность выговориться, проговорить, и вот в этом разговоре, вот в этом диалоге с этим человеком, на кого вы держите обиду, возможность увидеть именно свою сторону, где вы ошибались, да, что вы изначально завышали планку, либо идеализировали этого человека, либо ситуацию, либо свои силы, преувеличили какие-то свои силы, и ваши ожидания не оправдались, и здесь было разочарование, то есть вот здесь вот на этом уроке нужно поставить точку. Хорошо, а каким образом вы видели этого человека? Вот давайте сейчас мы проверим, да, то, что я сказала, что вы изначально идеализировали. Каким образом вы видели этого человека? Вы видели этого человека достаточно решительным, умным человеком, человеком с потенциалом, то есть интеллектуал такой некий, да, человек, на которого можно положиться, человек решительный, но я посмотрю потом, каким он является на самом деле, да, это то, каким вы его видели. Но изначально уже видно, что у этого человека не хватает решимости, да, то есть здесь по тузу мечей есть некий потенциал, да, потенциал говорить правду, потенциал как-то решать сложные задачи, да, потенциал быть умным человеком, если так можно, да, острым, с острым умом. Но это лишь потенциал. Как человек будет его реализовать, здесь неизвестно. То есть вы увидели некий потенциал, но не факт, что этот человек является таким на самом деле. А каким он на самом деле является? А на самом деле этот человек является с неким багажом за спиной, закрытым достаточно, не желающим принимать решения, не желающим как-то действовать, двигаться дальше. Это человек желал. У человека уже есть опыт, наверняка есть какие-то свои раны, обиды. Не обязательно на вас вообще по жизни. Но здесь человек закрытый. Закрыт от коммуникации, закрыт от взаимодействия с вами. То, что в принципе я и сказала, вы видели потенциал, но то, кем являлся человек на самом деле, это достаточно большая разница, потому что выпадает Иерафан, человек, у которого изначально есть своя точка зрения, человек, у которого есть своя правда, человек, который в определенной степени достаточно эгоистичен, не готов слышать мнение другого человека, очень сложно с ним договориться. Человек уже обидчивый по своей натуре, потому что у него есть свое видение, и все, что не соответствует его картине, оно не вписывается в его картину, оно уже является неким, в кавычках, врагом. Поэтому здесь изначально сложно было договориться с этим человеком. Каким образом вы его обидели? Попадает два пажа. Хочется сказать своей какой-то незрелой позиции, чем вы его обидели. Обидели тем, что вы смотрели на ситуацию, либо на человека, в зависимости от того, с чем была связана обида, как на некую такую игру. Человек не видел в вас уверенности, видел в вас некого такого авантюриста, незрелого человека, человека, на которого нельзя положиться. Для вас важна была вот эта вот видимость, некая такая показушность. Да, человек позитивный, с энтузиазмом, но при этом не уверенна в себе. И здесь я могу сказать, что вы его, возможно, тоже обидели каким-то своей какой-то жизненной позиции, эгоизмом, в том, что, возможно, и не признали именно человека, либо как-то его мастерство, либо что-то, не дали ему того признания, которое бы он хотел. Я вижу здесь ощущение того, что человек видел в вас, что вы как будто бы играете с ним, что вот ваша позиция, она незрелая, ненастоящая, то есть вы как будто бы все принимали в шутку, и все, что вы делали, это было каким-то вот показным, неестественным, что либо вы слишком как-то ссували нос, допустим, не в свое дело, вам все хотелось узнать, вам хотелось как-то вот получить свои какие-то награды, заслуги из этой истории, да, свое какое-то собственное признание. Здесь вот желание не то, чтобы самоутвердиться, а за счет этого партнера, этого человека, а вот как будто бы вы, либо вы его недооценили, либо вы наоборот в этих отношениях хотели возвыситься и показать свою ценность, да, свою значимость, свои заслуги, то, что вы делали. Но вот здесь вот как-то вот какая-то незрелость проходит и какая-то игра. Возможно, человек видел в вас, что то, что вы делаете, не было искренне, искренне, да, что вы как будто бы больше делали для себя, нежели для другого человека. Что поможет вам в данной ситуации простить себя? Именно примирение с самим собой, внутренняя гармония, да, успокоение некое, когда вы поймете, что... что изначально вот во всей этой ситуации, да, у вас не было необходимого вам ресурса, недостаточности, да, что вот вы как-то эмоционально подошли слишком к этой ситуации. Вот вам необходимо внутренне как-то договориться с самим собой, вот с какими-то своими частями, да. Одни кубки вышли. Вы слишком эмоционально подошли к этой ситуации. Возможно, вам нужно будет даже и увидеть где-то как-то свои черты характера, эгоистичные, да, когда вы... есть какая-то вот подоплека, то, что вы делаете, да, вы делаете это, с одной стороны, как бы открыто, с чистым сердцем для другого человека, но внутри все равно есть какая-то ваша выгода. Пускай эта выгода будет в состояниях, в эмоциях. То есть я дарю кому-то какой-то подарок, потому что я вижу, что мой подарок нравится, этот человек получает удовольствие, он радуется, он смеется, ему приятно. И от этих эмоций я наполняюсь. То есть так или иначе, здесь есть какая-то ваша выгода. Именно эмоциональная выгода. Вам нужно понять вот это вот состояние, да, в чем ваша выгода. Как-то сконцентрироваться, что ли, на себе, больше понять свои эмоции. Вот вам нужно здесь разобраться в ваших эмоциях. Что вас выводит из гармонии, как это связано как-то с вашим прошлым. И здесь вот именно надо понять чистоту ваших намерений. Что не всегда то, что для вас благое, это и является благим для другого человека. Вот здесь, вы знаете, какое-то вот желание может быть спасать других людей, да, вот ваш вклад. Вам нужно понять, что не всем людям, не ко всем людям нужно относиться с открытым сердцем, с открытой душой, да. Не всем людям нужно давать вот себя раскрывать полностью. Здесь вот проходит вот этот вот сценарий, что я много-много-много всегда что-то делаю, и я уже устал от этого. И вам нужно понять, а для чего вы всё время вкладываетесь в других людей больше, чем самих себя. Почему? Для чего? Вот здесь вот в контексте очень ярко проигрываются эмоции. Знаете, вот ваша какая-то вот неуверенность, вот эти вот все уроки, они сделали вас каким-то большим. Вот здесь есть некая фальшь, связанная с тем, что да, с одной стороны я делаю, потому что я так хочу, да, вот есть чистота, а с другой стороны есть некая такая остороженность, что ли, оклядка, да, то есть я это делаю, но при этом вот здесь вот ощущение, что всё, что вы делаете, эмоционально наполняет вас, но при этом оно... Вот вы не получаете удовлетворение, да, вы не получаете какого-то кайфа. Вот намерения, благие, а чистоты всё-таки нет вот стопроцентной в этом, да, вот здесь есть какой-то вот какая-нибудь настороженность, да, я сделаю, но я в любой момент готова получить нож в спину. Вот здесь как будто бы неуверенность какая-то проходит. Здесь такое ощущение, что вы постоянно проигрываете какой-то сценарий. Вот здесь вот по тройке мячей я видела и по божоночей. Какой-то сценарий, вот вам нужно найти этот сценарий, да, который вы, имея внутри себя и ведя вот эту вот внутреннюю борьбу с самим собой, недооценивая себя, вы материализуете это во внешнем мире, то есть, ну, создаете эту ситуацию, когда происходит вот это вот все. Здесь нужно найти ответы на вопросы. И это поможет вам простить себя, то есть, понять, разобраться. Не вся картина ясна, не вся понятна. То есть умом вы, может быть, понимаете, да, что вы хотите, что вы делаете, насколько это хорошо либо плохо, но глубоко есть какая-то вот, какая-то программа, которая достаточно фальшивая, надо на нее посмотреть иначе. Хорошо, как все эти обиды ваши на партнера, на самого себя, как они между собой связаны? Знаете, они связаны как-то каким-то одним общим уроком, когда это, вот прям, знаете, проходит здесь ожидание, да, я работаю, работаю, я делаю что-то и я не получаю результата. И я не знаю, как мне быть. Здесь вот состояние некой такой потерянности, очень много ресурсов было вложено, очень много сил, времени было потрачено и жалко это оставить для того, чтобы бросить и пойти дальше. А с другой стороны здесь есть еще и некое зависание, да, когда вот все, что вы оставляете, как будто вот вы копите эти обиды, копите эти ситуации, вам нужно научиться вовремя говорить то, что вы чувствуете, вовремя озвучивать свои желания, не копите их внутри, потому что здесь идет вот какое-то накопительство, накопительство, а потом вы даже не знаете, вам становится тяжело и вы не знаете, что, как вам дальше быть, как вам дальше поступать. Здесь вопрос баланса проходит, здесь вопрос некого такого равновесия, вот именно взаимодействия, да, когда либо мы отдаем что-то больше, либо мы как-то вот сами возлагаем надежды на другого человека, а не надо было. Здесь обиды эти связаны с умением делать выбор, правильный выбор, не бояться, вот здесь вот, ну, прям, знаете, как-то урок некой такой стойкости, что ли, некой такой силы внутренней, опоры на себя, вот, как будто бы защищать себя, уметь говорить, отстаивать свои позиции, то, как я хочу, не поддаваться, не прогибаться по других людей, только потому, что, как-то, знаете, вот ваше видение других людей, оно как-то вот с лучшей стороны, что ли, вы видите, как будто бы их лучшие стороны и опираетесь на сильные стороны и при этом осознанно закрываете глаза на недостатки, но они при этом существуют и в какой-то момент они появляются и наносят вам вот этот вот удар в спину. И тогда вам винить-то некого, потому что вы изначально знали, вот здесь вот нужно именно понять, правильно все взвешивать, рассчитывать свои силы, рассчитывать и взвешивать именно ваше отношение к человеку, как может быть, что делать, почему вы это делаете, для чего, вот здесь вот понимание, здесь великие арканы вы были, уметь отвечать одно от другого, не бояться оставлять ситуацию, когда вы уже видите, что она не работает, да, независимо от того, сколько сил вы в нее уложили, не всегда нужно доводить до конца, иногда нужно оставить, найти в себе смелость, храбрость, оставить ситуацию, поставить точку, вовремя ставить точку, а не доводить именно до того состояния, когда вам уже по тройке мячей будет очень больно, но здесь вот такое ощущение, что вот урок непосредственно, который придаст вам больше уверенности, больше силы, да, урок вашей какой-то структуризации, да, вот собирание себя для того, чтобы опереться на себя и уметь слышать себя, делать правильный выбор, правильный выбор в контексте, насколько идет согласие унесен самим собой, да, не то, что это правильный от ума, а правильный, насколько мне комфортно в этом состоянии, насколько мне приятно, насколько вот это вот будет вот эта вот чистота, о которой я говорила, не та чистота, что, что есть в социуме правильно, да, то есть не оскорблять, не хамить и так далее, какие-то вот эти моральные, да, кодексы, а именно то, что для вас важно уметь иногда идти и против правил, против шаблона, потому что это важно вам, это ваша жизнь, а не следовать и соответствовать тому, что есть вот какой-то идеал, да, и вы хотите быть лучше, не то, что чем вы есть на самом деле, вы хотите соответствовать какому-то идеалу, но иногда этого не нужно делать, вот здесь вот это вот все, вот эта вот ситуация, про это, про этот урок, такая вот у нас была первая позиция, я жду ваших историй, с чем они были связаны, и насколько вы осознали и стало вам понятно, либо как-то распаковалась информация из того, что я сказал, насколько был отклик моим состоянием, которое я передавала, либо моим словам, это важно. Хорошо, а мы с вами переходим к позиции номер два, голубенькому камешку. позиция номер два, ваша обида на человека, вы испугались, ваша обида, она связана с какими-то страхами, страхами, когда вы не смогли справиться, вы не смогли, возможно, дать опоры этому человеку, вы не смогли как-то отстоять себя. Страх, страх потери, здесь обида связана со страхом, с непонятностью, здесь человек льет очень много слез, здесь очень больно и действительно очень обидно. Ощущение того, что невозможно, невозможно вернуть на вот это вот утрата, это скорбь, эти слезы, о том, что даже если бы была возможность что-то сделать, переиграть иначе, здесь вот какое-то ощущение невозможности, вот утрата прям на всю оставшуюся жизнь, то, что нельзя вернуть, нельзя исправить, вот здесь вот очень много боли, очень много даже не столь страхов, а сколько вот это вот отчаяния, что я не могу поменять, я очень хочу, но я не могу изменить, я не могу изменить состояние, не могу изменить ситуацию, есть такое ощущение, что даже не столь обида, а сколько вот это вот ощущение, что неужели ты не понял, да, непонимание, да, как будто бы вас не поняли, вас не знаете, такие слова идут, неужели ты не понял, да, кем я являюсь на самом деле, неужели ты поверил тому, что обо мне сказали, здесь вот какой-то ситуация идет о том, что то ли на вас наговорили как-то, то ли что-то здесь произошло, такое, и человек не поверил вам, а поверил этим словам, этой ситуации, либо как-то это вот из контекста того, что я не знаю, допустим, вы промокли подождем, и каблук поломался, и есть человек, который просто предложил переждать дождь под козырьком вашего, там, либо его подъезда, и вот эта вот нелепая такая ситуация, когда вам было холодно, и человек набросил на вас, допустим, пиджак, чтобы согреть, потому что вы промокли, чтобы не заболели, ну, какие-то вот такие благородные поступки, этот незнакомец, человек, который это сделал, он незнакомец, он хотел вам помочь, и тут появляется, допустим, ваш партнер, и видит эту сцену, она какая-то, вы знаете, здесь нелепая сцена произошла, абсолютно нелепая, но когда ты смотришь на нее со стороны, то можешь понять того человека, с которым у вас здесь идет ситуация вот этой вот обиды, потому что со стороны она казалась реально, как будто здесь может быть измена произошла, либо еще что-то, но здесь какая-то нелепая ситуация, в которую вы условно говоря вляпались, попали, вот кажется на первый взгляд, что это случайность, так не должно было быть, но вам человек не поверил, когда вы ему рассказывали, как было дело на самом деле, вам не поверил, потому что все нюансы были против вас, и вот здесь вот это вот скольп утраты, такое ощущение, как будто бы вот вы говорите столько лет, именно лет, большой период времени, вы потратили и вот как-то все в один миг разрушилось, и у вас есть это непонимание, как так, как, как, неужели вот ты до сих пор не понял, что я за человек, что вот ты поверил вот этому всему, и как будто бы перечеркнул вот это вот прошлое, которое было между нами, это не обязательно любовное отношение, я сейчас описываю ситуацию, которая происходит между двумя людьми, это может быть и между подругами, да, но вот здесь вот такой контекст, и вам, знаете, здесь ощущение некой такой беспомощности, да, я не могу ничего больше сделать, да, то есть все, что возможно было, я уже сделал, все, к чему можно было приложить какие-то усилия, я уже приложил, приложила, но я без помощи, да, то есть все теперь, как говорится, в руках высших сил, но вот это вот состояние внутреннее, оно вас гложет, вам действительно обидно, почему, почему вам вас не поверили, да, вот здесь вот как будто бы некое предательство, да, что вы проживали с этим человеком, да, вот как легко человек может перечеркнуть вот все хорошее, что было между вами, да, вот как-то вот одной каплей дегтя и вот это вот, вы знаете, как, вот вопрос это постоянно звучит, как так, как, вот я не могу понять, вы себе постоянно задаете и говорите этот вопрос, я не могу понять, почему и что, как такое могло быть, как такое могло случиться между нами, здесь рухнуло доверие, здесь такое ощущение, что вы опустили руки и вы как будто бы смотрите в сторону этого человека, мотая головой и в недоумении, вот здесь вот недоумение, отчаяние, вам хочется ждать, вам хочется прям выйти от своей беспомощности, вот здесь такая ситуация, что поможет простить этого человека, что поможет знаете, хочется сказать отпустить, отпустить, поставить точку, завершить, завершить любое взаимодействие с этим человеком, в том числе и на ментальном уровне, перестать прокручивать этот сценарий в своей голове, потому что он все-таки крутится, вы повторно-повторно пересматриваете, рассматривая все варианты, возможные, невозможные, как могло было быть, почему так произошло, да, вот это вот ваше взаимодействие с этим человеком, отпустить, поставить точку, высвободить пространство для чего-то внутри вас, для чего-то другого, нового, вот здесь должно быть завершение, вот когда вы решите внутри себя, что все, здесь уже поставлена точка, вот тогда вы сможете простить этого человека, знаете, ощущение того, что так должно было быть, так должно быть, вот эта ситуация, она должна была произойти, она как будто бы свыше была преднаписана, хочется сказать, что простить этого человека вы сможете только тогда, когда искренне его полюбите, полюбите всей своей душой, и будете благодарны, когда вы почувствуете вот эту вот благодать внутри, внутри себя за те прекрасные моменты, которые вы вместе проживали, за то, что хорошее было между вами, вот состояние благодарности, ощущение вот какой-то вот, знаете, чистоты, ощущение вам нужно прийти в состояние некого такого, знаете, какого-то, когда от души хочешь пожелать человеку все самое наилучшее, да, вот, когда желаешь счастья, когда желаешь любви, когда желаешь всех благ, но желаешь не от головы, а именно от сердца, вот вам, когда вы сможете прийти к этому состоянию и понять, что пожелав добра и счастья этому человеку, на самом деле вы исцеляете сами себя, вы отпускаете вот эту вот, вот эту червоточину, которую вы подпитываете, периодически прокручивая в своей голове эти сценарии, и не отпуская, да, отдавая туда всю свою энергию, а вот здесь хочется сказать, пожелайте человеку от души чего-то хорошего, да, чего-то светлого, вот тогда вы сможете найти какое-то успокоение, да, через искренность, искреннее пожелание, когда вы сможете все-таки акцентировать не на обиде, который вам причинил этот человек, а именно на том, что когда-то что-то хорошее было между вами. Давай теперь посмотрим, а вы каким образом обидели этого человека? А здесь ощущение того, что выдавали ему какие-то иллюзии на стабильность, на постоянство, какие-то фантазии попитывали его фантазии, его мечты, то есть ощущение того, что вот вы как будто бы не то, что кормили его какими-то завтраками, да, а вы будто знали его иллюзивимые места, то, что он хотел, как он хотел. И вы четко и целенаправленно били именно вот в это место, подтверждая своими словами, поступками какую-то некую иллюзорность этого человека, то, во что он верил, да, но это была иллюзия, то, во что он верил. это были какие-то фантазии, какие-то его мечты, а вы подпитывали его вместо того, чтобы это разрушить, тем самым давая ему какие-то надежды на то, что рано или поздно вы сможете дать ему то, что он хочет. То есть между вами будет то, что этот человек хотел, чтобы было, либо то, чего хотел достичь этот человек. Например, если мы говорим о профессионализме, то и у человека были какие-то амбициозные желания, и вы постоянно подпитывали, говорили, да, это будет, это будет, это будет, да, ты способен, и все такое. И человек как павлин раздулся и начал в это верить, а по факту это ничего не получилось. То есть ощущение того, что вот этот мыльный пузырь в его жизни он лопнул. и человек считает, что вы виноваты в этом, не в том, что лопнул мыльный пузырь, а в том, что вы давали ему ложные надежды какие-то. Здесь ощущение того, что вы кормили его завтраками, точно. Здесь человек считает, что это ваша вина была в том, что вы не смогли договориться, что возможно вы были слишком амбициозны, что где-то в какой-то степени вы были чрезмерно эгоистичны, а вот здесь энергетика другого человека была намного слабее, нежели вы, более такой мягкий, что даже мягкий, покладистый, а он был уровнем ниже вас на ступень. И вот здесь вы понимали вот это свое превосходство и показывали ему свое превосходство над ним. И он это видел, либо вы были настолько амбициозны, настолько позитивны, что человек не мог вами управлять, и вот это ощущение, что я не смогу обладать тобой, я не могу тебя сделать своим человеком, таким, как я хочу. И вот ваше нежелание вкладываться в какие-то его, вписываться в его картину мира, в его устои, оно как-то ваша независимость, что ли, огненность, вот это лидерские качества, скорости, и человек не успевал за вами, он медленнее, он как-то более приземленный, какой-то стабильный человек, который ограничивается тем, что у него есть, то есть его потолок притязания, желания был намного ниже, чем ваш, и вот это вот такое ощущение, что он держит обиды, потому что вы его как-будто вы не поняли, перекладывает вину на вас, что вы ничего не сделали, как-то не шагнули, не сделали шаг ему на уступки, не сделали то, что он хотел бы, чтобы вы сделали, что вы не спустились ниже, а наоборот, возможно, тянули его до своего уровня. вот как-то своим эгоизмом, если говорить одним словом, обидели, ранили этого человека, когда вы ставили себя на первое место прежде, это в его виде, что поможет вам простить себя, отпустить прошлое, отпустить прошлое, знаете, и как-то поверить в свои идеи, в свои какие-то свою жизнь, то, чем вы занимаете, больше сконцентрироваться на себе, на том, что вы хотите двигаться дальше, вот здесь ощущение, что вы как-будто предавали себя в каких-то моментах, вам нужно своей жизнью заняться, и это поможет вам простить, вы как-будто бы точно на улице, вы как-будто бы предавали свои идеи, да, то есть возможно вкладывались в другого человека больше, и при этом забывали о себе, забывали о том, что вы хотите, как бы вы хотели, и вот здесь вот отпустить прошлое, да, отпустить все эти воспоминания того, как хорошо было когда-то с этим человеком, в чем было возможно хорошо, а больше сфокусироваться на себе, вот здесь не хватает какого-то энтузиазма, перестать бороться с собой, здесь такое ощущение, что у вас было желание одержать победу, да, что-то доказать этому человеку, либо получить его, либо какую-то идею, которая связана с вами, между вас, как-то общая, да, какая-то идея, я хочу, ну, к примеру, да, я сделаю себя своим, например, партнером, хочешь ты того или нет, здесь вот такое ощущение, что я хотела получить свой результат, и я его не не получила, здесь как будто у вас есть ощущение, что вы проиграли какую-то битву, либо выиграли, но то, что вот вы выиграли, как будто какую-то свою независимость, да, то есть здесь отношения завершились с этим человеком получается, и у вас есть свобода, но вы как будто не рады этой свободе, что когда-то возможно вы и хотели, а сейчас вы как будто не рады этому, то есть вы как будто бы ощущение того, что вы проиграли битву, но здесь вам нужно понять, что не было войны, да, то есть здесь вот какая-то вот борьба, да, борьба была. борьба была связанная, знаете, с какой-то вот неуверенностью, да, с каким-то неумением, как-то, знаете, вот вам хотелось найти золотую середину, вам хотелось найти какой-то вот баланс, и вы не могли, не могли найти этот баланс, вы не могли принять правильное какое-то либо вообще какое-то решение, да, вот вас мотало то в одну сторону, то в другую, и тем самым вы не двигались вперед, а все было как-то вот достаточно статично, да, ничего не происходило, ничего не развивалось, и вот вы как будто вы уставали, вот здесь вот эмоциональное такое мотание то в одну сторону, то в другую, и как-то вот внутри вам было неспокойно, какая-то вот эта вот суета, и от того, что вы топтались на одном месте, вы не могли двигаться дальше, ну, то есть, видимо, здесь что-то либо не развивалось, либо не двигалось по тому плану, как вы хотели, либо вообще не переходило как-то на другой уровень, и все было как-то так статично, и это вас очень сильно напрягало, раздражало, и вот здесь вот эта внутренняя борьба и с самим собой, и с другим партнером, но здесь был урок какой-то, знаете, противостояние от того, что ничего не происходит, не происходит, я не получаю никаких результатов, вообще ничего я не вижу, что как-то не развивается ситуация, что слишком ограничено, слишком шаблонно, постоянно, и вот здесь вот этот вот взрыв эмоциональный, я хочу это разрушить, да, вот здесь вот дошел как будто бы до какого-то предела, причем, смотрите, как интересно, да, вот это вот ваше внутреннее состояние, да, оно, в принципе, по факту-то и случилось в вашей ситуации, да, то есть ваше внутреннее состояние, оно и реализовало внешне, когда произошел вот этот вот взрыв, только вы были к этому не готовы в тот момент, когда произошла вся эта ситуация и у вас появилась обида к этому человеку, вы были не готовы, но внутри, где-то очень глубоко, на уровне бессознательного, вы этого хотели, как все эти обиды связаны между собой. Вы знаете, здесь ощущение того, что здесь какой-то вот урок идет непосредственно связанный с тем, что не нужно терпеть, да, с каким-то шансом на то, чтобы начать жить, начать жить заново, да, для себя научиться быть независимым, ставить себя на первое место, радоваться вот какой-то вот жизненной наполненности, что ли, перестать терпеть вот это вот долгое-долгое терпение, долгое-долгое ожидание. вот здесь вот урок был связан непосредственно с этим, то есть перестать быть не тем, кем вы есть, вот вы как будто бы огненная такая стихия, достаточно страстная, а здесь идет ощущение, что вы попали в какую-то водную стихию, и она вас затапливая, она вас как-то вот подавляла, да, и вы долгое время терпели и ждали. И вот вот это вот терпение, 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 а, как говорится, лопнуло уже терпение. Здесь эти все обиды происходили, и они связаны именно неким таким долгим процессом исцеления, да, когда внутренне запустились какие-то процессы, они идут, но вы результаты их пока еще не видите, но они уже происходят, и это все заканчивается каким-то рождением чего-то нового, да, здесь эти обиды даны вам для некого исцеления, для каких-то перемен, принятия, принятия именно себя, принятия своих каких-то качеств, да, быть более решительным, быть более настойчивым, да, уметь решать самостоятельно сложные задачи, трудные, не опираясь ни на кого, уметь выстраивать, как-то, знаете, планировать, что ли, свое будущее, да, уметь видеть, вот здесь вот огромный потенциал энергетический, его нужно направлять в правильное русло, разрушая любые иллюзии, как свои, так и чужие, то есть умение создавать именно тот мир, который вы хотите, таким образом, каким вы его хотите. здесь ощущение того, что все эти обиды были даны вам как урок исцеления и создания себя заново, более сильного, более уверенного, более такого, знаете, ресурсного, что ли, человека, здесь вот как источник энергетический, он прям идет, фонтанирует из вас прям, только уметь направлять его в правильное русло. Вот такая вот у нас была и вторая позиция, жду ваших историй, напишите, что вам отозвалось, что именно какие моменты откликнулись, на что у вас пошла телесная реакция. Надеюсь, этот расклад вам понравился и моя задача была в нем не то, чтобы описать какой-то ситуативный ряд, сколько состояние, потому что все-таки это общий расклад и я никогда не вижу смысла в общих раскладах видеть как-то точечную ситуацию, сколько именно состояние, которое мы переживаем, что с нами происходит внутри, потому что именно через них и понимая, ощущая их, может прийти некое такое осознание, что поможет и распакует вас именно ту информацию, которая вам нужна на данный момент, чтобы произошла перемена. То есть не вы меняетесь, а вы распаковываете необходимую вам информацию, которая заложена уже вас, а для этого необходимо необходимы какие-то внутренние состояния, подходящие для вас, чтобы произошла вот эта распаковка, чтобы вы включились именно в процесс, необходимая вам информация раскрылась. Та, которая есть на данный момент, и произошли перемены, которые вам необходимы. А я с вами прощаюсь, жду ваших комментариев, лайков, рекомендуйте канал своим друзьям, если им нравится, вместе мы будем развиваться, вместе мы будем узнавать, вспоминать себя. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok